Время новостей на канале Абаза. Здравствуйте! В студии Неса Дубинина и сегодня в выпуске. Опознаны после 20-ти лет неизвестности преданы земле останки шести бойцов, ранее считавшихся без вести пропавшими. Копилка добра. За три месяца акция фонда Ашала набрала 130 тысяч. Верните нам рабочие места. Сотрудники Гагбского континента провели акцию у администрации президента. В Сухуми в парке боевой славы прошла церемония прощания с бойцами, погибшими в ходе мартовского наступления 1993 года. Спустя 21 год родные смогли проводить в последний путь кавалеров Ордена Леона, Нукзара Аршба, Руслана Немальцева, Адгура Шамба и награжденных медалью за отвагу, Ивана Адик и Тимура Ацухба. Самому младшему из них, Руслану Немальцеву, уроженцу села Куланарху, в марте 1993-го исполнилось 19 лет. На митинг по случаю перезахоронения бойцов, ранее считавшихся без вести пропавшими, пришли сотни людей, руководство страны, общественные деятели и многочисленные жители республики. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Среди вновь опознанных бойцов абхазской армии Борис Инабжба, уроженец села Члоу Ачимчинского района, посмертно награжденный Орденом Леона. Все эти годы после войны родственники погибшего полагали, что предали земле тело Бориса на родовом кладбище в селе Члоу. Тему продолжит Астанда Ардземба. Говорят, война не окончена до тех пор, пока не будет похоронен последний солдат. В Абхазии война даже спустя десятилетия отголосками напоминает о себе. Здесь до сих пор хоронят солдат. 20 лет спустя. Борис Инабжба никогда не числился в числе пропавших без вести. Все эти годы после войны его родственники считали, что похоронили его на родовом кладбище в Члоу. Тем не менее, не все в семье бойца были в этом уверены. Сердце меня тянуло сюда, где лежали наши неопознанные бойцы. И в минуты, когда доливала мысль, особенно раньше, в те первые годы, я бежала сюда вечерами, когда уже темнело, когда уже никто меня не видел. И вот там то травку пощипаю, то там посижу, там цветок положу, свечу зажгу. Мне казалось все время, что там лежит мой супруг. Борис Инабжба погиб во время мартовского наступления 1993 года. В Зиебии удалось определить место гибели супруга, но в условиях военных действий забрать его тело с левого берегу Кумисты не представлялось возможным. И после окончания войны опознать тело Бориса Инабжба среди останков тел, погребенных в братской могиле, не удалось. Спустя год после войны семье указали место захоронения Бориса Инабжба. Родители полагали, что опознали сына. Дали знать моим родственникам, братьям его, семье, что вскрыта могила, может быть, посмотрите, может быть, вдруг ваш какие-то, может, приметы. Но примета была единственная – золотая коронка. Они приехали, видимо, вот того, что им хотелось иметь тело брата, тело сына дома, они опознали, как будто опознали. Им казалось, что они узнали своего брата, и они увезли. Год назад, когда начался процесс эксгумации и идентификации неопознанных бойцов, захороненных в парке боевой славы, вдова Бориса Инабжба, герой Абхазии Мзия Бия, обратилась в комиссию по пропавшим без вести при кабинете министров. Она не сомневалась в необходимости сдать анализы ДНК. Сложнее всего, признается, она была уговорить принять участие в программе других членов семьи Инабжба, не желавших верить в то, что предали земле не своего сына. Наверное, вас интересует, какие мы испытываем чувства. Наверное, чувства радости. Тяжелые, трудные, трудно переживаемые. Но мы радуемся тому, что останки нашего дорогого человека находятся дома. Для моей семьи война закончилась, признается Мзия. Сразу после того, как ей сообщили об опознании супруга, было принято решение об экскумации останков неизвестного похороненного на родовом кладбище в Челов. Они были перевезены в сухом в лабораторию Республиканского бюро судмедэкспертизы. Образцы его ДНК уже повезли в Загреб. С того момента, когда родственники Инабжба согласились на экскумацию тела, которое находилось в течение многих лет у них на кладбище, это тело было перевезено в бюро судебно-медицинской экспертизы. В течение двух последующих дней были взяты материалы для исследования, и они уже находятся в лаборатории. Пропавших без вести во время Отечественной войны в Абхазии сотни. Это двойное горе, когда нет возможности прийти на могилу и оплакать своих близких, как того требует обычай. Процесс идентификации личности неопознанных бойцов продолжается. И семьи воинов, о судьбе которых ничего неизвестно, по-прежнему связывают с ним большие надежды. 21 июня исполнилось 20 лет со дня ввода в зону грузино-абхазского конфликта коллективных сил СНГ по поддержанию мира ТКСПМ. На седьмой российской военной базе в Гудауте и в Сухуми прошли торжества, посвященные этой знаменательной дате. Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерия Баганба, исполняющий обязанности премьер-министра Владимир Делба, представители командования вооруженных сил республики возложили цветы к памятнику погибшим миротворцам на территории бывшего санатория МВО, где располагался генеральный штаб КСПМ СНГ. Почтить память российских военных пришли представители православного духовенства и ветераны-миротворцы. Сухумская городская администрация приняла решение воздвигнуть в столице памятник российским миротворцам. Он будет установлен на набережной около памятника защитникам Кавказа, героям Великой Отечественной войны. 20 июня на аллее боевой славы на месте будущего памятника был заложен камень. Исполняющий обязанности главы Абхазско-Православной Церкви Иерей Виссарио Наплия провел обряд освещения места будущего памятника. Кстати, 23 июня 2008 года телекомпания Абаза обратилась с предложением ко всем, кто обладает правом законодательной инициативы, внести в парламент республики проект закона об учреждении Дня российского миротворца в Абхазии. 26 июня в Абхазии пройдет всенародная акция миротворец это авто, мото и велопробег, посвященный 20-летию ввода контингента коллективных сил по поддержанию мира в зону грузино-абхазского конфликта. Маршрут движения Гудаута-Гал. Велопробег планируется объединить с авто-мотопробегом в Сухуми. Далее общая колонна направится по центральным улицам к мемориалу воинов-миротворцев с санаторием ВОО, где пройдет митинг. Завершится акция в Гали. Абхазское агентство Черноморско-Кавказского развития проведет 25 июня в Сухуми круглый стол российско-абхазское стратегическое партнерство и евразийская интеграция вызовы и перспективы. Во встрече примут участие российские абхазские юристы, экономисты, общественные деятели, эксперты. Сотрудники торгового центра «Континент» в очередной раз собрались у администрации президента с просьбой к руководству страны помочь разобраться в ситуации с захватом торгового центра. По мнению людей, творится беззаконие. Им уже месяц не дают выходить на работу. Они находятся в вынужденном отпуске. Сотрудниками «Континента» пообщались наши корреспонденты. Репортаж Марьяны Котовой. Помогите освободить «Континент» и дайте нам спокойно работать. С такой просьбой приходят сотрудники торгового центра к администрации президента уже во второй раз. По словам митингующих, посторонние люди занимают помещение магазина и не дают людям исполнять свои профессиональные обязанности уже на протяжении 20 дней. Мы обращались в прокуратуру, в МВД на имя президента исполняющего обязанности, извините, на имя Ханжа Бараулия Джумковича. Но пока нам хоть и было обещано, что в самые кратчайшие сроки это все решится, но, к сожалению, ситуация в том же положении. В «Континенте» работает 130 человек. Для большинства из них зарплата – единственный источник дохода. У многих нет ни отдыхающих, ни каких-то других доходов, поэтому нам нужно выйти на работу. Мне бы хватило, чтобы мой ребенок ходил на абхазский, на английский, на корты. Вот сейчас мы ушли с абхазского, ушли с английского, потому что, ну реально, зарплаты нет уже месяц. Сусанна пришла работать в «Континент» два года назад. По словам женщины, ее не испугала ситуация, сложившаяся вокруг соучредителя торгового предприятия «Варова» и его компаньонов, которые на протяжении нескольких лет не могут поделить обязанности и долю в бизнесе. «Лучшей организации уж тут точно не найти. В отношении у коллектива. У коллектива у нас сплоченный, дружный, у нас директор достаточно, мне кажется, очень такой человек, который, ну у него интересные методы. Таких методов работы здесь у нас я не видела, даже работая в Сочи много лет». Не так давно бухгалтером в «Континенте» работает и Мариета Дагдавирян. По ее словам, у «Континента» никогда не было проблем с государством. Все налоговые отчисления поступали в бюджет в срок и в полном объеме. «Континент ежемесячно перечисляет в пределах миллиона и свыше налогов в бюджет. Все перечисления производятся в указанные законом сроки. Все налоговые проверки у нас проходят практически ежегодно». Около часа люди ждали, что кто-нибудь из администрации президента выйдет к ним, но так и не дождавшись, направили к исполняющим обязанности главы государства Валерию Бганба делегатов. После получасовых переговоров сотрудники «Континента» вышли с нерадостными для коллег новостями. «Континент хочет, чтобы стороны сели за стол переговоров. До этого времени рядовой коллектив находится с заложниками и без работой». Сотрудников «Континента» не интересует разногласия между учредителями торгового центра. Их волнует своя собственная судьба, и они очень боятся остаться без работы. Но, похоже, кроме них это мало кого волнует. Торгово-промышленная палата Республики Абхазия подписала двусторонний меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с палатой по торговле, промышленности и сельскому хозяйству Бейрута и Горного Ливана. По итогам делового визита в Ливан абхазской делегации во главе с президентом ТПП Геннадием Гагулия. На встрече были затронуты темы, касающиеся экспорта и импорта продукции, создания совместных предприятий, оказания двустороннего экономического содействия, организации встреч между предпринимателями Абхазии и Ливана. Благодарительная акция «Копилка добра» культурно-благотворительного фонда «Ашана» начинает набирать обороты. Все больше неравнодушных к проблеме больных детей согражден оказывают посильную помощь. За два месяца акции собрано более 130 тысяч рублей. Наша съемочная группа сегодня пообщалась, прошлась по территории добра и убедилась в важной роли акции «Копилка добра». Репортаж Леонора Гилаян. Продуктовый магазин «Прима» напротив вокзала не такой, как все. В народе его нарекли территорией добра, да и надпись на двери гласит о том же. Магазин – участник акции фонда «Ашана» «Копилка добра». Судя по всему, копилка здесь наполняется быстро, а значит, на территорию добра заходит много добрых людей. Люди часто обращают на это внимание, вложат денежки, в помощь детям. Мы сами тоже вложили, да. Наше путешествие по территории добра продолжилось вверх по улице Эшба. Следующая остановка – Абургер. Здесь, в излюбленном молодежью кафе, «Копилка добра» занимает самое почетное место – у кассы. Руководитель спецпроектов фонда «Ашана» Мадина Зухба производит выемку денег. Эта процедура всегда проходит в присутствии комиссии из трех человек. Далее – по акту. Деньги кладутся в банк на спецсчет фонда. Мадина говорит о «Копилках добра», как о наиболее удобном способе перевести пожертвования наличными. «Наш фонд постоянно проводит мониторинги и различные опросы, благодаря чему мы узнаем, какие новые механизмы можно использовать для сбора средств. «Копилка добра» – это живой пример, это наиболее удобный и простой способ сделать пожертвования наличными деньгами. В настоящее время установлено около 28 копилок добра на территории Абхазии. Они очень быстро заполняются. Мы каждую неделю ездим, проверяем и по мере заполняемости освобождаем ее». В одном из самых посещаемых торговых центров столицы Сухум Маркете «Копилка добра» также заняла свое место. Посетители, замечая благотворительный островок, не проходят мимо. «Копилка добра» – это хороший и удобный способ показать помощь больным деткам. Акции «Спасем жизнь вместе» уже два с половиной года. За этот период благодаря неравнодушным гражданам было собрано более 13 миллионов рублей на лечение тяжелобольных детей. Более 50 детям уже оказана помощь. Даже самые небольшие пожертвования в «Копилку добра», соединившись с другими, составляют существенные суммы и приносят огромную пользу. «Для того, чтобы внести свою лепту в большой мир благотворительности, уже не нужно простаивать очереди в банках. Копилки добра пришли на помощь тем, кто любит и хочет помогать». Сейчас еще о нескольких датах из истории Абхазии. 22 июня 1856 года родился Фома Христофорович Эшба, абхазский просветитель. Фома Эшба является соавтором абхазской азбуки 1906 года и составителем первого задачника на абхазском языке. Является автором популярной абхазской песни «Щарданта». 22 июня 1932 года родился писатель и журналист Анатолий Батович Возба. С 1991 года он возглавил редакционный коллектив гудаутской газеты Анатолий Возба, активный участник национально-освободительного движения, был председателем гудаутского отделения Народного форума Айдегалера. 22 июня 1941 года, 73 года назад, началась Великая Отечественная война, унесшая более 27 миллионов жизней. Этот день отмечается как День памяти и скорби. 22 июня 1974 года родился футболист Руслан Аджинджал. 23 июня 1918 года приказом номер один грузинский генерал Мазниф объявил Абхазию генерал-губернаторством, а себя губернатором, присвоив себе не только военные, но и политические функции. 23 июня 2011 года состоялось заседание Российско-Абхазской межведомственной рабочей группы по инспектированию объектов комплексного плана содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2010-2012 годы. 23 июня 1894 года Международный атлетический конгресс одобрил предложение Пьера де Гупертена возродить традицию древнегирических олимпиад. Этот день с 1967 года отмечается как Международный день Олимпийский. А Международный олимпийский день? Сегодня Олимпийские игры – самые популярные, представительные и престижные международные спортивные соревнования. Каждый спортсмен пытается достойно представить свою страну на Олимпиаде. Бронзовый призер Олимпиады 2012 – наш соотечественник Денис Царгош в пятый раз завоевал титул сильнейшего борца Российской Федерации. Двукратный чемпион мира Царгош в решающем поединке сломил сопротивление Якуб Алиеших Джамалова из Дагестана. Сейчас предлагаем вашему вниманию самые интересные моменты финальной схватки Дениса Царгош. На годы главный финалистик автобусовой категории Т-74 кг, красноцикл бореца, заслуженный маркер спорта, бронзовый призер Олимпийских игр, Денис Царгош, Московская область. Сиденький бореца, маркер спорта, якубаривающий Джамалова. Дагестан. Субтитры делал DimaTorzok Дагестан 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 По сообщениям синоптиков, 24 июня в столице ожидается малооблачная погода. Температура воздуха днем плюс 24, ночью 20 градусов тепла, морская вода плюс 24. На этом пока все, до встречи.